Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией в Джавах. Армянские инвесторы Малах Кес инициируют орбитажное производство против Баку. «Неплохо? Освободите меня!» – звонок Вегена Эл-Джекяна из бакинской тюрьмы. Озеро Вам продолжает высыхать. Пресса Техасского университета опубликует книгу «Мы все армяне». Самый масштабный в мире конкурс армянского языка «Пчела» открыт также для участников диаспоры 19 декабря. Развитие градостроительства в Западной Армении – Вам. Джавах – одна из девяти провинций мира Гугарг, расположенных на севере исторического царства Великой Армении. Во втором тысячелетии до н.э. был частью государственного образования Аяса в форме забаха, упоминается в надписях царя Аргишты I. В VI-III веке до н.э. Джавах был северной губернией королевства Ервандян. После короткого перерыва с провинцией Гугарг был воссоединен Арташецем I в царство Великой Армении, в составе которого оставался до падения династии Аршакуни. В X веке Джавах входил в состав армянского царства Багратидов, после разрушения которого на короткое время подчинялся грузинскому государству вплоть до нашествия турок-сельджуков. С конца XII века Джавах со своей крепостью Тамук и Ахалкалаки был передан армянским закарянам в качестве наследственного имущества. В 1587 году она была захвачена османскими турками и введена в провинцию Челдры как отдельная провинция. В начале XIX века Джавах вместе с другими провинциями Южного Кавказа оказался в сфере внешней политики Российской империи. В 1828 году 7300 армянских семей из Эрзрума, Басена, Баберда, Дедержана и других провинций Западной Армении во главе с архиепископом Карапетом Багратуни мигрировали и обосновались в окрестностях Ахалциха, Ахалкалаки и Цалки, восстановив и основав более 60 сел и 50 церквей. Армянские инвесторы Малых ГЭС, оказавшиеся под оккупацией Азербайджана в результате 44-дневной войны, намерены инициировать Международное орбитажное судопроизводство против Азербайджана, утверждая, что Баку в результате военных действий в 2020 году конфисковал и присвоил их собственности. Об этом сообщает Global Arbitation Review, ведущий специализированный сайт, отслеживающий события в международной орбитажной сфере, добавив, что уведомление было представлено 5 декабря от имени 19 армянских собственников Малых ГЭС. Как передает сайт, интересы армянских инвесторов представляет авторитетная Нью-Йоркская юридическая фирма. По заверению Global Arbitation Review, искасается 18 Малых ГЭС в Мартакерском, Лачинском, Кельбаджарских районах, владельцы которых убеждены, что Азербайджан, присвоив их, нарушил ряд положений европейских энергетических уставов. Документ, подписанный в 1991 году, также предусматривает механизм разрешения международных споров в сфере энергетики. Сайт Азатутюм представляет некоторые подробности об одном из пленов в ходе 44-дневной войны армянина из Ливана Вигена Элджекяна. Мать заключенного Баку Вигена говорила с сыном неделю назад. Мать Вигена встревожена. Его жизни угрожает опасность. Он болен, не ест. Красный Крест сообщил, что у них есть возможность отправить еду всем пленным. Я также собираю ему посылку. Виген звонит раз в месяц на 50 секунд. Во время последнего телефонного разговора он хотел заговорить по-арабски и что-то передать. Ему запретили. По требованию бакинских тюремщиков он не должен говорить по-арабски. Напомним, что ливанский армянин Виген Элджекян переселился в Шуши за несколько месяцев за 44-дневной войны. Плем был взят через несколько часов после трехстороннего заявления, когда вместе Маран Элджекян ехал в Берзор, а затем в Шуши за личными вещами, следя за официальными новостями, но там ничего не сообщалось о захвате Шуши. Виген пробыл на передовой всего неделю, но официальный Баку представил его как воюющего за 2500 долларов наемника и приговорил к 20 годам лишения свободы. Техасский университет скоро издаст книгу «Мы все армяне», созданную совместной работой разных авторов. Спасшиеся от геноцида армян и их потомки написали множество рассказов и других произведений. Армянские писатели-мигранты несут большую ответственность рассказывать и представлять свою историю, поскольку во многих случаях она остается неосвещенной. Рассказывать эти истории требует баланса между правильной формулировкой и преподнесением прошлых событий, а также уважением культур. Книга «Мы все армяне» под редакцией Арама Мирзояна объединяет известных и начинающих армянских и иностранных авторов, чтобы задуматься о сложностях армянской этнической идентичности сегодня. Эта книга, состоящая из отдельных статей и эссе, дает возможность услышать депортированных армян, а также представителей разных национальностей, которые внутри и вне общины были преданы забвению. 18 участников этой современной антологии исследовали проблемы перемещения, ассимиляции более широких определений проблем. С помощью научной литературы многие из них представляют, что значит быть армянином, будучи в незнакомой общине. Самый масштабный конкурс, объединяющий армянский язык пчела, открыт для армян и мигрантов. Ежегодный праздник образования предусмотрен для всех учащихся с 3 по 12 класса Республики Армения, Арцаха и армян-переселенцев, независимо от успеваемости, уровня владения армянским языком и местонахождения. Конкурс проводится по инициативе образовательного фонда АИП с целью формирования у поколения любви и заботы об армянском языке, что является ключом национальной идентичности. Конкурс проходит онлайн. Конкурсные дни 19 декабря – изгнанные армяне, 26 и 27 декабря – Республика Армения и Арцах. Крайний срок регистрации – 16 декабря – изгнанные армяне, 20 декабря – Республика Армения и Арцах. С созданием Ванского царства в IX веке до рождения Христа Армения и армянский народ вступили в качественно новый этап развития. Последнее характеризуется для достижения, среди которых наиболее важны развитая государственная структура, система письма, уровень экономической жизни, архитектура, а также высокий уровень городостроительства, организованной системой орошения. Города Ванского царства в основном были растянуты вокруг высоких холмов, на вершинах которых возвышались цитадели с крепостными башнями. Здесь были построены водопроводы, водохранилища, мосты, сады, бани, дворцы и храмы. В Араратском царстве были престольные административно-хозяйственного, военного, а также культового значения города. Строительство канала находилось под контролем центральной власти. В этом смысле особенно известны каналы царя Менуа и Руса, которые являются уникальными памятниками древнего мира. Строительное искусство Ванского царства впоследствии оказало большое влияние на малазиатские и особенно иранские строительные традиции. Из завершения новостей послушаем песню в исполнении Вегена Овсепяна. Вегена Овсепяна Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!